О том, что удалось сделать в 2015 году администрации, депутатским корпусом и жителями, в специальном репортаже «Черниговская земля для жизни, труда и радости». Черниговская земля, какой помнят ее старики. Красивейшая природа, богатые леса, бескрайние поля, большие овощеводческие совхозы, мастеровитые, трудолюбивые люди и самобытные таланты. Черниговское поселение. Каким его делаем мы? Современным, с развитой инфраструктурой, хорошими дорогами, благоустроенными улицами, счастливыми и образованными детьми. Скоро три года, как главой Черниговского сельского поселения стала женщина, и сразу почувствовался женский взгляд, женская рука и женское отношение к тому, как можно жизнь изменить к лучшему. Свою деятельность в должности главы Светлана Владимировна Гордеева, как настоящая хозяйка, начала с наведения порядка. Так что санитарные пятницы и субботники во всех населенных пунктах Черниговского сельского поселения стали еженедельными. В минувшем году, который прошел под знаком 70-летия Победы, взялись за местное кладбище, где захоронены в том числе и участники боев Черниговской. Вырубили поросль и вывезли несколько машин растительного мусора, убрали старое ограждение и установили новое. Не забыли и о тех, кто дожил до знаменательной даты. Особым вниманием и заботой были окружены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы. Маги, маги, красные маги, двойкая заяцинь, неужели вам снятся таки, неужели вам снятся таки, неужели вам снятся таки, те, кто с этим помогут. Спасибо всем правительству, всем людям, всем молодым, молодому поколению, которым забывают нас, пожилых людей. В прошлом году начали приводить в порядок центр молодежного. Здесь тоже приложили немало сил, чтобы центр поселения преобразился. И гости приедут не стыдно, и самим приятно. Перед Домом культуры уложили тротуарную плитку. Теперь здесь красивая площадь. Рядом разбили сквер, посадили молодые деревца, установили детскую площадку, беседку, лавочки. Таким образом, новое место отдыха получили и взрослые, и дети. Для безопасности школьников напротив учебного заведения нанесли дорожную разметку и установили дорожные знаки. А вдоль школы сделали пешеходную дорожку. В какой-то степени задал тон началу благоустройства этой территории, открывшейся в начале прошлого года, единственный в районе кабинет врача общей практики, оснащенный самым современным медицинским оборудованием. Есть дневной стационар, педиатрический, процедурный и прививочный кабинеты. Вот, пожалуйста, любая мамочка может привезти своего маленького ребенка и получить квалифицированную помощь. Когда заработал кабинет врача общей практики, помещение амбулатории, ранее размещавшееся в детском саду, освободилось. И это дало возможность разместить здесь еще одну группу и принять дополнительно 25 ребятишек. У малышей есть уютная спальня, современная туалетная комната, игровой зал, где проходят занятия и приемы пищи. Все помещения группы оснащены новой мебелью и оборудованием. Открытие дополнительной группы пришлось как нельзя кстати. Ведь в прошлом году ребятишек в Черниговском поселении прибавилось на 60 малышей. А еще черниговцами стали 20 человек, приехавших сюда на постоянное место жительства. Места-то здесь красивые, площади большие. Можно сеять хлеб, выращивать овощи, заниматься животноводством и птицеводством. Как говорит глава поселения, хорошее место, что хочется жить и радоваться. Хотя есть одно но, которое безусловно тормозит развитие поселения. Отсутствие природного газа. И это задача, которую необходимо решить в первую очередь. От прихода в поселение голубого топлива напрямую зависит его дальнейшее развитие. Каковы перспективы газификации, например, у черниговского сельского поселения, где газа нет ни в одном доме? В настоящее время руководство Газпром газораспределения Краснодар приняло, скажем так, очень социально направленные и направленные на Белореческий район мероприятия по включению черниговского сельского поселения в программу газификации России именно в Большой Газпром для того, чтобы перспектива есть. Но пока решаются все вопросы, связанные с газификацией поселения, жизнь в нем продолжается. В прошлом году в Молодежном были установлены два новых автобусных павильона. С приходом весны на прилегающей территории будет уложена тротуарная плитка. К столетию Гурийской школы возле нее также появилась современная пешеходная дорожка. И вот так потихоньку, закрывая самые острые проблемы, то там, то тут администрация, депутаты, тосовцы, общественность, жители приводят поселение в порядок. В минувшем году ремонтировали сельский клуб в Черниговской. Старые окна заменили на металлопластиковые. Сцену теперь обрамляет новый красивый занавес. Небольшой коридор после переделки напоминает холл, отделанный красивой плиткой с новыми светильниками и удобной мебелью. И работники культуры ответили на заботу успехами, первыми и призовыми местами, которые занимали на районных и краевых конкурсах местные творческие коллективы. А какая елка к Новому году получилась! Радость и взрослым, и детворе. В общем, 2015-й посвятили тому, чтобы каждый житель Черниговского сельского поселения почувствовал, здесь начинаются перемены, и их медвежий угол становится перспективным поселением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова